Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Это на уровне, не знаю, какого-то хорошего кино, саундтрека, если говорить о качественном продукте. И поскольку информация развивается, наш век становится все более технологичным, хочется у вас узнать, какие сейчас вообще тренды в этой области, какие инновации, чтобы вы с нами поделились и заодно узнаем у вас такой грандиозный проект «Ночь прожирателей рекламы» у всех у нас слуху. Так что будем сегодня разбираться. Да, вы знаете, на самом деле очень своевременно у нас с вами проходит эфир, потому что, если честно, вот события последних двух недель, о которых я сейчас расскажу, прогласили скорую революцию в рекламных технологиях. Это какие события такие? Да, сейчас расскажу. И хочу подчеркнуть, что вообще мы с вами привыкли, что реклама — это всегда что-то надоедливое, то, что нам пытается что-то продать, впихнуть, втюрить. И мы к этому относимся уже скептически. Мы отворачиваемся от рекламы. Нам кажется, что их слишком много в этом мире. Ну почему же? Реклама — это повод отойти от телевизора, налить себе чайку, сходить в туалет. Вот это все. Ох, реклама. Ну все, хорошо. Перед их. На самом деле, совершенно верно вы сказали, потому что это одна из основных головных болей рекламодателя, которые платят большие деньги за размещение рекламного ролика в эфире любимого там радио или телевизионного канала. И им исследовательские компании говорят, что все в порядке. Это был прайм-тайм, и количество зрителей, которые были в это время, это вот доля такая, рейтинг такой, все в порядке. А рекламодатели говорят, что что-то я не вижу эффекта от этой рекламы. А оказывается, что действительно ролики-то пошли в эфире, только в это время люди, не выключая телевизор, пошли налить себе чайку и так далее. Да. Поэтому рекламодатель сейчас тоже очень стал трепетно относиться к тому, где именно размещать. Из-защуренные пути. И из-за этого, кстати говоря, стоимость рекламного времени, знаете, как раньше, раньше это чуть ли не в книгу рекордов Гиннесса была внесена, стоимость рекламной минуты во время финала Кубка по американскому футболу. Например, да. По бейсболу, там, в Америке все это самое дорогое время. Или у нас тоже говорили про то, что самое дорогое время это новогодний выпуск программы «Поле чудес». Вот это самое самое про МТМ. Но постепенно оказалось, что да, несмотря на то, что количество зрителей, которые в этой его экране или слушатели его радио, велико, эффективность такой рекламы под большим вопросом. Потому что если программа действительно рейтинговая, так никто от нее не хочет отвлекаться. И поэтому реклама там раздражает. И бывает обратный процесс, когда вы, к примеру, воскресным утром просыпаетесь, спокойно завтракаете с семьей, у вас работает телевизор, у вас такое состояние, что вам просто лень переключать канал или куда-то уходить. Поэтому что бы там ни было, вы смотрите, и эта информация в вас вливается совершенно естественно. И хотя количество зрителей может быть не так велико, как в прайм-тайм, но эффективность такой рекламы, как оказывается, ничуть не ниже. Поэтому сейчас рекламодатели, во-первых, исследуют вот эти вопросы, связанные с тем, как все-таки правильно относиться к этому понятию прайм-тайм. И, наконец, второе, самое главное, о чем стоит сейчас сказать, это, конечно, Big Data, методика обработки больших массивов данных, потребительских поведений людей, которые заходят в соцсети, которые пользуются интернетом, которые смотрят телевизор в том числе. И оказывается, что зачастую робот может гораздо лучше сформулировать и сформировать медиаплан размещения какого-то рекламного сообщения. Очень интересно. Поэтому и получается, что вот эти гигантские монстры, мировые, трансконтинентальные рекламные агентства, которые имеют офисы во всех странах мира, которые действительно опутали вот этой своей рекламной паутиной весь земной шар, сейчас они не смогут выдержать вот этого напора обработки массивов данных. Ох, друзья, Даниил, я выражен вас прервать. У нас реклама. У нас, нет, у нас руки вверх, не реклама, пока не реклама. Руки вверх прямо сейчас и дальше после этой песни мы продолжим разговор о технологиях. О технологиях в рекламном мире. Да, друзья. Оставайтесь, друзья, с нами, очень скоро вернемся. Рубрика «Наука и технологии» полным ходом на телерадиоканале «Страна.ФМ» идет. Лиза Калинина, Никита Некрасова здесь в студии. Наш гость замечательный, интереснейший, поэтому приемники погромче Даниил Костинский. И продюсер, директор проекта «Ночь пожирателей рекламы». И, Даниил, я вам хотел сказать вот вдогонку к предыдущему вашему спичу, что есть моменты, порадовать, вернее, может быть, даже через вас, рекламодателей, что есть моменты, когда реклама очень эффективна не в прайм-тайм. Знаете, когда? Когда? Когда ночью засыпаешь под какое-нибудь кино, а она обычно громче идет, реклама. И ты «Ой, уже три ночи, все, пойду спать». Вот в этот момент реклама очень эффективна. На самом деле пользы от рекламы, конечно, очень много, я поэтому, собственно, являюсь ее фанатиком. Но хочу сказать следующее, что действительно вот эти технологии, которые сейчас проникают в рекламу, они позволяют, реклама очень быстро реагирует на то, что происходит в мире. Вот эти крупные, когда рекламное агентство настолько крупное, что у него есть много офисов в разных странах мира, когда формулируется какая-то новая рекламная кампания, такое большое количество согласований должно пройти внутри стены этого рекламного агентства, что к моменту, когда ролик будет готов, уже вообще ситуация изменилась. И на рынке в целом, и вообще. То есть и своевременно. Да, конечно. Поэтому сейчас наступают времена для тех, кто делает все это быстро и мобильно. Поэтому, скорее всего, вот если раньше был период укропнения рекламных агентств и продакшн-компаний, то сейчас все это будет наоборот, скорее, дробиться и будут побеждать те, кто, ну, кто как хороший блогер, который может сам быстро сделать, отреагировать, и это сделать интересно и эффективно, и при этом уже имея свою целевую аудиторию. Но, конечно, все равно есть вечные вещи. Все равно ничто в рекламе пока не работает сильнее, чем хороший рекламный ролик. Потому что это видео, которое короткое, качественное, которое воздействует на максимальное количество органов чувства человека, которое действительно может втянуть человека вот в этот небольшой мир рекламы. Собственно, этим и занимается проект «Ночь пожирателей рекламы». Вот, поподробнее, пожалуйста. Да, мы в течение ночи... Чтобы люди понимали, рекламы обычно бегут, а здесь идут в кинотеатр. Совершенно верно. На часов пять и смотрят рекламные ролики со всего света. Да, даже дольше. У нас всю ночь идет наше шоу до восьми часов продолжительностью. И мы, конечно же, в течение ночи пожирателей рекламы показываем ту рекламу, которую, к сожалению, у нас во время обычного телевизионного эфира не увидишь. Ну, или она в урезанном виде, да? Либо она в урезанном виде, либо это вообще другого уровня реклама. А ведь рекламы снимается в мире очень много. Ежегодно снимается около ста тысяч рекламных роликов в мире. И все они попадают в коллекцию Жанна-Марии Бурсико. Это человек, который, собственно, и придумал ночь пожирателей рекламы. И один раз в году он формирует программу из этих рекламных роликов, попадающих к нему, и добавляет туда то, что у него есть из предыдущих лет. И таким образом мы можем увидеть 400 рекламных роликов, каждый из которых представляет собой совершенно особое произведение киноискусства. Это, я бы назвал это, ну, короткометражным кино. Ну да, так и есть. Это фильмы, в которых... Как анекдот такой короткий. В которых уже, честно говоря, это плохо, может быть, для рекламодателей. Но сами бренды уходят на второй план. Я вот каждый раз, когда проходит ночь пожирателей рекламы, во время перерыва слышу, как обсуждают наши зрители то, что они только что увидели. Они обсуждают сюжеты. Помнишь, как вот старушка смешная переходила дорогу? Абсолютно. Это точно. И когда ты спрашиваешь, а да, да, я помню, а что там рекламируется? Ну, я не помню что, но ролик замечательный. Это, собственно говоря, для рекламы как таковой, может быть, не очень хорошо, но с точки зрения заинтересованности человека, который это смотрит, вовлечения его в этот мир рекламы и, собственно говоря, формирование программы такой лояльности людей к рекламе ночи пожирателей в этом смысле идеально. А вот сейчас, Даниил, у нас прям по курсу рекламы. Поэтому мы никуда от этого не можем уйти. Но, дорогие слушатели и зрители, я вас призываю заходить в группу Страна ФМ ВКонтакте, там есть специальный пост, тема, заходите, если у вас какие-то появятся вопросы, пишите туда, мы с удовольствием эти вопросы транслируем нашему гостю и получите все ответы. Да, если вы были на Ночи пожирателей рекламы, то тоже пишите отзывы, нам интересно. Скоро вернемся, оставайтесь с нами. Друзья, мы продолжаем программу наука и технологии. Даниил Костинский сегодня у нас в гостях, генеральный продюсер и директор проекта Ночи пожирателей рекламы в России. В этом, ну, в 2018 году состоится уже юбилейный 25-й показ. И что ожидать фанатам этого грандиозного действия? Кстати говоря, фанатам я могу сказать следующее. Сезон Ночи пожирателей рекламы начинается не в январе, то есть наш год не совпадает с календарным. Мы работаем с апреля по апрель. Поэтому сейчас у нас идет тот самый сезон, в котором есть ролики и 2017 года, и мы переходим с ними в 2018 год. И ближайшая Ночь пожирателей рекламы, кстати говоря, состоится в Петербурге 16 декабря, совсем скоро. 102FM нас слушают и смотрят. Поэтому, да, те, кто нас слышит, ну, неважно даже в каком городе, в любом случае приезжайте в Петербург 16 декабря на Ночь пожирателей рекламы. Это действительно шоу, которое не просто идет всю ночь. В этом году Ночь пожирателей рекламы посвящена теме любви. И Жан-Мария Бурсику, автор этой программы, подобрал рекламные ролики, каждый из которых каким-то образом вот освещает эту тему. А тема-то, конечно, очень широкая. Пикантная. И в том числе я могу сказать, что у нас будут показаны ролики, которые в некоторых странах мира должны были бы быть запрещены даже к показу по соответствующим законам о рекламе. Все-таки в разных странах закон о рекламе действует по-разному, и везде есть разные ограничения. В нашей стране тоже есть ограничения. Но именно на Ночь пожирателей рекламы все эти ограничения отметаются. Мы показываем все без всяческой цензуры. Прекрасно. Поэтому у нас будет много эротики, секса, будет реклама. В том числе и алкоголя. Поэтому я приглашаю всегда всех тех, кто вот не боится никаких таких... А в Москве все случится 28 апреля. В Москве мы ждем всех 28 апреля. Ну, до этого времени, я думаю, у меня будет еще возможность благодаря стране FM об этом напомнить. Такой вопрос. Вот вы говорили о том, что когда ролик слишком крутой, как киноискусство, бренд уходит на второй план. И это портит, так скажем, рекламу массовую на телевидении. То есть уже заказчики не хотят такую крутую рекламу, ну, чтобы цель это вода продать. Здесь все работает немножко по-другому. Каким образом? Те рекламодатели, которые вот отваживаются на это, которые отваживаются на то, чтобы создать ролик, где они, ну, что называется, сами наступают на горло собственной песни и не выпячивают себя на первый план. Кстати, к сожалению, вот в России такого пока что нет. Если есть российский рекламодатель, то как только он заказывает рекламный ролик, то он не позволит. Логотип и закадровый текст. Он не позволит, чтобы он там был как-то незаметен. А я вот вспоминаю наши ролики на ночи по жаке рекламы. Там, когда начинается рекламный ролик, ты еще даже не можешь вообще даже предположить, что тут будет рекламироваться. Ты до самого конца этого не знаешь, не понимаешь, не догадываешься. Потом ты поражен тому, как это происходит, и потом ты восхищен. Во-первых, качеством этой рекламы, а во-вторых, тем, как рекламодатель смело не заявляет в первую очередь себя. Как это работает? Я считаю, что, конечно, это в первую очередь имиджевые вещи. Это то, что сработает на компанию в плане имиджа. В целом, да? Какого-то увеличения объема в продаж сходу, конечно, от такой рекламы не будет. И вот я восхищаюсь теми рекламодателями, которые посвящают свои усилия на создание рекламы тому, чтобы создать некий имидж своей компании, некий образ. Кстати, так и появилось слово бренд. Знаете, меня сейчас спрашивают, а чем отличается бренд просто от торговой марки? Да, отличие гигантское. Бренд – это торговая марка, к которой уже привнесено наши к ней отношения. То есть бренд не существует сам по себе, он существует только с нашим к нему отношением. Как-то имя работает на тебя. С нашим образом, с тем, как в наших головах эта торговая марка, вот какое она место заняла. И, конечно же, вот компании, которые осмеливаются таким образом делать рекламу, меня восхищают. Я вспоминаю рекламный ролик, в котором вообще что мы видим? Мы видим человека, который утром заходит в ванную комнату и начинает чистить зубы. При этом, пока он чистит зубы, кран, из которого что-то вода, открыт. И дальше, хорошим режиссерским приемом, мы видим, как в кадр попадают совершенно другие, разные люди, нуждающиеся в этой воде. Кто-то себе налил кастрюлю воды, чтобы поставить на плиту, сварить суп. Кто-то помыл руки, кто-то вымыл грязные фрукты, кто-то напился прямо из нее. А в это время человек еще чистит зубы. А потом, только он закончил чистить зубы, и дальше идет фраза, которая воспринимается нами совершенно однозначно, как призыв беречь воду. Потому что там говорят, что пока вы чистите зубы, если у вас кран открыт, то вы тратите более 10 литров воды. А это некоторым людям вообще нужно для того, чтобы... Даниил, вынуждены вас остановить. Это же не основная идея рекламного ролика. Не основная. Тогда с охранным три мы уйдем на рекламу. Кстати, пусть наши слушатели попробуют догадаться, что там рекламируют. Пишите, друзья, 8909-9281-899. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Добрый день, дорогие друзья. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Лиза Галинина, Никита Некрасов. Наука и технологии. Наш гость сегодня — это Даниил Костинский, генеральный продюсер, директор проекта «Ночь. Прожиратели. Реклама» в России. Даниил, вам пишут. Это прекрасно, это замечательно. Значит, есть отклик. Вы цепляете слушателей и зрителей. Ну, во-первых, конечно, хотелось бы сразу же прочитать вот такое сообщение. Комплимент. Я уже 15 лет хожу на ночь. Страшно подумать, как летит время. И главное, ни разу еще не повторились. И не надоело. Вот. Я думаю, что это приятно. Да, конечно. И вот такой вопрос. Хотелось бы узнать историю рекламы. Кто придумал, кто первый пустил ее на ТВ и радио? Я немножечко дополню этот вопрос. Можно. Какие слагаемые успеха рекламного ролика? Вот из чего должен состоять условно успешный рекламный ролик? Можно нам сначала расскажут ответ про прошлую рекламу? Да, давайте я сейчас расскажу. Во-первых, да, про тот ролик, который я начал рассказывать. Это была реклама зубной пасты. Я могу сказать, какой это... А нам написали, социально ответственная реклама «Калгейт рулит», да? Это оно или нет? Девушка написала. Ну, на самом деле, да. На самом деле, это именно так. Это та самая, которая 15 лет ходит. Наверное, да. Просто важно вот, что я это все к своей мысли о том, что рекламодатели, в данном случае, это зубная паста «Калгейт», они в самом рекламном ролике не дали никакого намека на то, что это именно зубная паста, что это именно они. Это только в конце становится понятно. Там просто на секунду возникает их логотип. Кстати, там мог возникнуть логотип любой другой зубной пасты. То есть они понимают, что кто-то, вспоминая этот ролик, может быть, не вспомнит, что это была зубная паста. Но какая именно, может быть, еще это и не закрепится в голове. Это очень смело со стороны рекламодателя, но в то же время это дает возможность им сделать, так сказать, расширенную рекламную кампанию. Где-то в другом месте упомянуть о том, что необходимо беречь воду. Снова поставить свой логотип, и мы уже поймем, чей это рекламный месседж. И тогда, конечно, уже можно будет назвать, что вот эта торговая марка становится брендом, брендом в нашей голове. Что касается истории появления рекламы, в этом смысле немножко обидно, что мы живем в России, потому что Россия была долгие годы вне вот этого контекста мировой рекламы. И первый рекламный ролик, вообще самый первый рекламный ролик, который был создан в истории человечества, он есть в ночи пожирателя рекламы. Этот ролик был снят в 1898 году. Сумма, сути. Тут надо напомнить... Это поезд, что ли? Что... Прибытие поезда был... Это прибытие поезда. Фильм был снят в 1895 году. И ознаменовал собой рождение кинематографа. А через три года уже появился первый рекламный ролик. Кстати, что интересно, рекламировалось там то, что и сейчас является самым рекламируемым товаром вообще в мире. Кока-кола? Кока-кола? Нет. Я тоже подумала, что... Моищее средство. Хозяйственное мыло. Ага. Поэтому... Кстати, я хочу сказать, что Кока-кола отнюдь не является самым крупным рекламодателем. Ну как, входит в десятку. Да. Но на первом месте все равно Проктор и Гэмбл. Все равно стиральные порошки и вся бытовая химия. Так вот, вот с этого и началась, собственно, мировая кинореклама, которая превратилась затем в телевизионную рекламу. И все это происходило вот с 1898 года. Другое дело, что до 50-х годов прошлого века реклама размещалась исключительно в кинотеатрах перед киносеансами. А затем уже все это взяло на вооружение телевидения. В России все это началось лишь в 90-е годы. Первый рекламный ролик на российском телевидении, ну, та еще в Советском Суде, был размещен в 1988 году. Но рекламные ролики, как таковые, снимались и раньше. У меня есть у самого личная большая коллекция советской рекламы. Это ролики снимались тоже на кинопленке. Они предназначались тоже для размещения в кинотеатрах перед сеансами. Это, на самом деле, замечательная работа. Я иногда их тоже зрителям во вступительной части ночи по рекламе демонстрирую для таких вот ностальгических воспоминаний. Или для того, чтобы просто такие люди, как вы, чтобы узнали, как вообще это было в советские времена. Вот, но все-таки родоначальником такой рекламы нужно называть именно вот этот самый ролик «Мыло Санлайт, 1898 год». Шумас очень. Вот такова эта история. Ну, у нас дальше не реклама, а песня. Друзья, пока будет звучать следующая песня, группа «Летать» и с удивительным названием песни «Лети, лети, моя душа». Вы пишите, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Группа «Страна.фм» ВКонтакте. Это раз. И WhatsApp, Viber, SMS 8909, 928, 1, 899, 9. А мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Данил Костинский, генеральный продюсер и директор проекта «Ночи пожирателей рекламы в России», чтобы долго не томить. Давайте продолжим. Был задан вам, Данил, вопрос. Составляющая успеха рекламного ролика. Вообще реклама как-то какого-то. Из чего должна состоять реклама, чтобы она вот выстрелила? Вы знаете, я сразу вспоминаю вот какую историю. Лет 15 назад появились теории вот такого математического подхода к рекламе, что все-таки должно быть в ролике, чтобы он был успешным. И тогда, на первый взгляд, сразу первое, что было заявлено, что в рекламе должны быть дети и животные. Вот тогда это успешно. Данил, давайте сыграем с вами в игру. Мы сейчас с Лизой назовем на наш взгляд составляющую, а вы скажете, в точку мы или нет. Я не знаю. Ты не знаешь? Я, хорошо, я скажу. Я просто хотел вам сейчас, секунду, сейчас вы это сделаете. Я просто хотел рассказать, что когда вот эта теория появилась, и я уже собрался к ней было отнестись серьезно, как вдруг я увидел один рекламный ролик европейский, который даже победил на одном из европейских фестивалей рекламы. Смысл был такой. Мы слышим голос за кадром. Здравствуйте, меня зовут Джон. Я открыл мотель на 64-м километре дороги А. Мне сказали, что чтобы реклама запоминалась, надо, чтобы там были дети. Вот смотрите, я тут снял детей в песочнице. И мы видим в кадре, как какие-то карапузы возятся в песочнице. И сказали еще, что вот собаке тоже хорошо. Вот у меня есть еще кадр, я снял своих щенков. И мы видим, как щенки копошатся около миски с едой. Миленький. Ну вот, в общем-то, и все. Приезжайте ко мне в мотель на 64-м километре дороги А. Вот и тогда стало понятно, что на самом деле, хорошо это или плохо, но все-таки рецепта хорошей рекламы, конечно же, не существует. Есть какие-то составляющие, которые, ну, неизбежно должны быть в рекламе. Я бы сказал о них так. Ну, вы хотели предположить, да, какие? Мне так кажется, это узнаваемая личность и... Классная музыка. Да. Это очень крутой трек. Да, ну, по поводу музыки вообще даже не собираюсь спорить никаким образом. Ты даже иногда в поисковике вводишь песни из рекламы, сока. Я сам фанатик вот именно музыки в рекламных роликах. И даже вот ночь пожать рекламы, которую я вот провожу в 40 российских городах, и даже вот сейчас, когда она будет 16 декабря в Петербурге, я буду сам вместе со зрителями в очередной раз сидеть и даже не столько смотреть, сколько слушать, потому что я, конечно, знаю это все наизусть, но саундтрек замечательный получается, потому что все ролики хорошие, они, конечно же, основаны на использовании хорошей музыки. По поводу знаменитых узнаваемых личностей, это очень интересный вопрос. Это тема вообще отдельного исследования. Я даже, у меня есть одна отдельная лекция, которую я больше не читаю, на тему использования медийных личностей в рекламе. Тут я могу сказать следующее. Это хорошо, это интересно, но пока не могу сказать ничего об эффективности, пока не скажу следующее. Это нужно грамотно использовать. Конечно. Я, честно вам скажу, терпеть не могу, когда вот наши российские звездные актеры или спортсмены снимаются в рекламе, потому что это все сделано. Дешево. Очень коряво, с какой точки зрения. Я прямо вижу, вот в западной рекламе, когда я вижу вот этих настоящих звезд, первичные снимающихся в рекламе, я прямо ощущаю, как вот эта аура звезды распространяется на бренд, который рекламируется. Как звезда подтягивает бренд до своего уровня, превозносит его. А у нас наши звезды опускаются до уровня того бренда, который хотят порекламировать. Мне это немножко обидно. Я считаю, что можно было бы сделать это очень-очень взвешенно. Что я имею в виду? Необходимо вот как-то правильно оценить вес вот этой самой звезды и вес бренда. Они должны, не то что соответствовать друг другу, но между ними должна быть некая небольшая ощутимая разница, чтобы они друг друга дополняли и вместе, так сказать, поднимались на следующую ступеньку в нашем сознании. Пока в России, честно говоря, таких примеров нету. Я вам хочу сказать, что есть другие примеры, что я имею в виду. Я, например, знаю актеров, которые лет пять назад громогласно заявляли, что они никогда не будут сниматься в рекламе. Да, свои продукты в каких-то. Сейчас мы прекрасно видим рекламу. И в то же время есть пример в моей личной жизни, когда я занимался этим. Я участвовал в переговорах с одним самым известным российским актером, я назову его, который в начале переговоров сказал, я не буду сниматься в рекламе. Хотя мы ему принесли, честно вам скажу, очень интересный, ну не то что выгодный, а просто интересный контракт, где вот, как мне казалось, действительно и образ этого актера, и образ этого бренда в нашем сознании как-то соответствуют друг другу. Да, финансово там тоже все было. Контракт и вот фуру подгоните, пожалуйста. Так вот, он сказал сначала, он сказал, знаете, Данила, ну я же в рекламе не снимаюсь и сниматься не собираюсь. Мы вели с ним переговоры два месяца, и они так и закончились ничем. Он сказал, нет, я не буду этого делать. Я из-за этого стал его еще больше уважать, хотя до сих пор считаю, что, наверное, это было бы примером хорошей рекламной компании. Ему предлагали этому актеру стать лицом марки «Вольво» в России на многие годы. Это кто же? Речь идет об Олеге Ивановиче Янковскому. Но вот он никогда не снимался в рекламе и так этого и не сделал. Еще один мой знакомый актер, который приходил к нам на ночь пожать рекламу в Петербурге, Игорь Скляр, он сказал, и он действительно никогда не снимается в рекламе, но у меня он сказал такую вещь. Однажды, когда я все-таки снялся в рекламе, в рекламе какого-то там аквалангического оборудования, но когда я в аэропорту очередного города, куда я прилетел, вдруг увидел рекламный плакат, где я в маске с какими-то ластами, вот тогда я сказал, что все, больше этого никогда делать не буду. Мы совсем скоро продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Напомню, генеральный продюсер и директор проекта «Ночь пожиратель рекламы в России» Даниил Костинский. Микор, Даниил реально какой-то гипнотическим эффектом обладает. Сейчас Даниил уходит из студии, Лиза уходит. Ты здесь, пожалуйста, останьте. Я онлайн, как поют и рэпи, я онлайн, ребята, я на связи. Оставайтесь с нами. Можно такой вопрос? Я должна сказать, что так или иначе, Даниил, вы ведь еще продюсер российских презентаций Международного фестиваля креативности «Каннские львы». То есть вы видите постоянно вот эти тренды, которые так или иначе идут к нам с запада. Что сейчас очень поражает вас? Да, я хочу сказать, что сейчас действительно реклама очень сильно изменилась. И вот, скажем так, 20-25 лет назад, когда я, собственно, начинал заниматься всем, связанным с рекламой и проектом «Ночи полиции» рекламы, и вообще рекламой как таковой, тогда была выработана одна формула успешной рекламы, которую, по-моему, прогласил еще Дэвид Агилви. И она работала реально, ну, безошибочно. Она формулировалась, эта формула, таким образом. Что мы должны видеть в рекламном ролике или слышать в рекламе? Итак, какой должен быть посыл? «Ситуация, проблема, решение». И вот отсюда и появляли все эти ролики. Вы не знаете, какой выбрать подарок? Выбирайте это. То есть ситуация, вы выбираете подарок, у вас проблема, вы не знаете, что выбрать, и вот вам решение. У нас остается минута. Давайте скажем. 16 декабря, Питер. 16 декабря, в Питербург я вожу. Но я просто хочу, я успею закончить эту мысль. Сейчас эта формула уже не работает в той самой мировой рекламе, которую мы показываем на Ночи Порези рекламы. Там все нацелено на совершенно верное воздействие на наши эмоции. Не к нашему кошельку адресована реклама, а к нашим эмоциям, к нашему сердцу. Поэтому вы уходите с Ночи Порези рекламы одухотворенными, вдохновленными и можете идти даже не в магазин, а домой и просто наслаждаться тем, что вы видели. Наслаждаться сном, друзья. Спасибо большое. Даниил Костинский, генеральный продюсер и директор проекта Ночь Пожирателей рекламы в России, был у нас в гостях. Даниил, ждем в гости еще раз. С удовольствием. 16 декабря, Питер и 28 апреля, Москва, Ночь Пожирателей рекламы. Спасибо, до встречи. Спасибо. Увидимся. Увидимся ночью.